Здравствуйте, уважаемые подписчики, балаковцы, будущие избиратели. Напомню, что меня зовут Александр, я работаю в редакции Балаковского репортера. Многим из вас я знаком, многие не знают, заодно и познакомьтесь. Я вот сегодня по какому поводу решил записать этот эфир, у меня просто вот, ну, такое, ну, то ли внутреннее возмущение, то ли какой-то непорядок в голове. Да, пришел один жесткий инсайт, причем достаточно подтвержденный. Напомню, что у нас, естественно, будут в сентябре выборы, я, как уже сказал, тоже являюсь зарегистрированным кандидатом. Ну, не будем там углубляться, зачем мне все это надо, надо все просто. Хочу попробовать свои силы, посмотреть свою узнаваемость, сколько людей придет и проголосует за меня. Людей нас достаточно много знает Балакова, это все те, кому мы помогали своими сюжетами, своими репортажами. Если те, кто с нами взаимодействовал, все знают, что мы не просто там что-то сняли и уехали. Мы тему ведем до конца и стараемся людям в любом случае помочь при помощи там федеральных каналов или своих, свои местные огласки. Но к чему сегодня вот как бы нарушил молчание, просто возмущает один факт, совершеннейший просто. У нас, как вы знаете, есть ведущие там кандидаты, которые зарегистрировались, это понятно, там и от Единой России, и от КПРФ, и вот от партии Яблок у нас Наталья Леонидовна Караман зарегистрировалась. Оппозиционный кандидат, ну как вся картинка как бы показывает, что оппозиционный кандидат партии Яблок, надо голосовать, оттягивать голоса там и так далее. А к чему все сводится? Наталья Леонидовна у нас известна в городе различными делами, как бы, ну не будем там в них углубляться, вы можете это все оставить в своих комментариях. Все помнят ее дела с дольщиками, помогла, не помогла, можете об этом написать, но негатива достаточно много было по этому, по этой теме. Также ее затеи с перевозчиками и так далее. У каждого кандидата на пост депутата Государственной Думы есть избирательный счет, открытый избирательный счет, на который могут все граждане, кто поддерживает этого кандидата, соответственно, сделать какие-то благотворительные пожертвования. Ну, для чего это делается? Понятно, что избирательная компания, она должна быть прозрачной, все оплачивается с этого избирательного счета. У нас он тоже такой счет есть, но мы его не публикуем, нигде не оглашаем, ввиду того, что у нас есть только информационный ресурс и способ взаимодействия, и то мы как бы не пользуемся, потому что многие вещи как бы просто запрещены законом. Взаимодействуем лично, скажем так. Ну, и я думаю, что Наталья Леонидовна тоже так же будет как взаимодействовать, как правозащитница здесь более-менее известная. И вот что на ее избирательный счет упало совершенно недавно, вот эта проверенная информация, что очень круглую сумму на счет Натальи Леонидовны поступила от компании ПИК. ООО ПИК, всем нам известный. Здесь вот, я думаю, статейки появятся, наши публикации прошлого и позапрошлого года. Мы куда только не трубили, куда только не орали, применяли все инструменты для того, чтобы этой организации свои проблемные места и дороги, которые она делала, исправила. Все прекрасно помнят, что в прошлом году начались такие крупные реконструкционные работы по дорогам, по тротуарам. Ну, они раньше начались, но ПИК активно работали позапрошлый, прошлый год. В прошлый год, вы помните, косячную всю совершенно улицу Степную, которая на стыке там покрылась ямами, ее уже заделывали. А это в два слоя новый асфальт. Все вы прекрасно помните дорогу на РТИ, которая уже в трещинах вся, в два слоя. Уж я не говорю о дворах по факелу социализма, которые заливало и там подрезали двери у них, чтобы хотя бы подъезды открылись. Ну, просто. Нареканий было очень много, организация работала зря, вон, плохо. И вот деньги от этой организации поступают на счет кандидатов в Государственную Думу от оппозиционной партии. А для чего? Ну, скажут, ну, просто, да, просто пожертвовали, пожертвовали, такие верят они в Наталью Леонидовну, как будущего депутата. Ну, это же бизнес. Мы все взрослые люди прекрасно понимаем, что не бывает ничего просто. Бизнес вкладывает деньги. Тем более бизнес – это не человек, это не директор, там, Петр Анин, да. Это ООО, за которой стоят учредители, работники и так далее. И, соответственно, ООО отстаивает интерес своего, перечисляя денежные средства на счет кандидатов. Достаточно большие средства. Для чего? Есть простая поговорка, да. Кто деньги платит, тот девушку танцует. А в нашем случае она подходит как нельзя лучше. Других вот просто слов нет. Насколько можно вот это вот, ну, все тайное становится в любом случае явным. Зачем это нужно было делать, зачем выставлять свою кандидатуру и для чего? Получается, те избиратели, которые доверились Наталье Леонидовне, идут вместе с ней, пойдут за нее голосовать. Они, получается, голосуют за ООО ПИК. А я не думаю, что у этой организации еще нужно очень долго отмываться от своих прошлых грехов. И еще будучи там экселентом, когда они площадь администрации закатывали, судились с ними. До сих пор он все в ямах. Так о чем идет речь? Получается, финансируя этого кандидата, она будет отстаивать его и лоббировать интересы этой организации. Они хотят всерьез и надолго закрепиться на этом рынке. И пусть, пусть зарабатывают, делают хорошо и зарабатывают. В этом году мало к ним нареканий. Но, получается, Наталья Леонидовна будет лоббировать интересы компании ПИК. И все избиратели, не ведая сами того, пойдут голосовать за Наталью Леонидовну, а будут автоматически голосовать за коммерческую организацию, которая ее лоббирует. Вот и все расклады. Вроде, ну, вот политика, как бы, вот такая, наверное, грязная, интересная политика. И вот такие оппозиционные кандидаты у нас идут в Государственную Думу. То Наталья Леонидовна, у нее запросы-то очень хорошие. У нее, там, по согласно ее декларации, там, три квартиры, две из них в Московской области. Откуда правозащитника всю жизнь занимается правозащитной деятельностью? Делайте выводы сами. Ну, как если нам, например, сказать, да, там, в своем глазу бревна не видеть. Наши доходы тоже все опубликованы, все видно. Все знают, на чем мы ездим, где мы живем, как существуем. Мы всегда открыты, и проблем в этом нет. Я не говорю, что мы, там, не стараемся, там, увеличить свой, как бы, доход, да, как организации, как канал от рекламы, там, и так далее. Но, ребят, это не те деньги. Здесь не реклама, здесь не какие-то выполнения работы. Здесь идут коммерческие деньги на счет кандидат. Соответственно, какие-то услуги и какие-то интересы Наталья Леонидовна в дальнейшем должна будет отстаивать этой организации. Вот от чего у меня сегодня просто пригорело, и я вот записал это видео. Давайте это все обсудим в комментариях. Напишите свое мнение. Может, кто мне навтыкает, как бы, скажет, что я там такой же. Будем апеллировать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.